Привет, меня зовут Лера, я учусь в СПБ ГАСУ, заканчиваю сейчас второй курс и прохожу курсы в арт-глюке параллельно со своей учебой и работой фотографом. А дизайном я хотела заниматься вообще с детства. Это какая-то моя детская мечта на самом деле. Я думала, что если я пойду куда-то зарабатывать деньги, это, скорее всего, будет дизайн, потому что это ближе, ближе просто ко мне. Я не мыслю цифры, какие-то такие вещи, расчеты. И мне нужно, чтобы было какое-то творчество и в то же время, чтобы была какая-то заземленность, потому что дизайн это что-то, что дает какую-то стабильность. Недвижимые стены, перекрытия, то есть убирает какой-то хаос, творческий хаос, он сходит на нет, и мы имеем какую-то стабильность. Поэтому дизайн. Я прохожу сейчас, допрохаживаю, так скажем, новый ваш курс по интерьерам привития. На самом деле мне тоже не хочется какой-то масштабности огромной, потому что в рамках моего образования готовят меня к чему-то масштабному, к зданиям, непосредственно к строительству чего-то такого большого. Вот. А интерьеры, потому что мне хочется чего-то поменьше, чего-то поукромнее и чего-то, чего-то нибудь потворческого такого, чтобы можно было на меньшем пространстве больше себя вложить. Потому что если это здание, если это архитектура непосредственно, то больше норм, больше правил строгих, конечно же. Ну, конечно, в интерьерах квартирных жилых пространств тоже там много чего, но это чуть другие нормы, наверное. В УЗИ это все намного размытие. На самом деле мне очень нравится этот глюк в плане тем, что материал, ну, разжевывается буквально и раскладывается в голове по полкам, потому что ревит – это очень тяжелая программа. После вузовских методичек Михаил Куценко – это просто… Господь Бог ревита. Ну, в любом случае он нужен, ревит, как бы. Это какая-то базовая программа, как бы, которая очень сложная, но, как бы, она все равно нужна будет везде, в том числе мне, там, ну, настройки в ГАСУ и, там, если я пойду в дизайн дальше уже, по другому пути. И я решила что-то такое взять оптимальное. Как бы, был 3ds Max, был Photoshop тоже, как возможность пути, куда можно пойти, так скажем. И, ну, я решила, начну с ревит все, как бы. Школу я нашла по совету. Лиза Белякова – это дизайнер, практикующий в Санкт-Петербурге. Я рассматривала геометриум тоже, я проходила у них курсы по 3ds Max, по визуализации, но на геометриум мне не хватило денег, поэтому я смотрела побюджетнее вариант. Мне очень привлекла цена. Я могу, положа руку на сердце, сказать, что это арт-глюк, потому что это бюджетно и круто. И это подходящий для студента. Так, ну, стоит сказать, что, на самом деле, у меня не было ожиданий. Вообще, как бы, не было. Я... Это очень новая такая вся кухня для меня. Все курсы, все вот это. Как бы, я знала, что такое ГАСУ, но я не представляла, что такое курсы. Я никакие курсы никогда не проходила в онлайн-формате. И поэтому, как бы, просто хотела посмотреть, просто узнала, что есть такая возможность, и попробовала. Сайт очень классный. Очень прикольные иконки. Это все очень красиво у вас, очень... Вообще классно. Еще очень... Мне нравится, что у вас новинки всякие всегда выходят. Вот ревит двадцать четвертый уже одиннадцатиминутное видео посмотрела. Позачаровочник. Вот. Прикольно. Это как-то так свежо, что ли. Не закостеневше, как будто бы видно, что работают молодые специалисты. Старые какие-нибудь, ребят. Ну, как бы, да, у меня был такой вопрос при покупке подписки. Что я вообще буду делать вначале? И... Repeat, Photoshop и 3ds Max. SketchUp Appropriate. Еще что-то просто было. Я это не рассматривала. Вот. Я смотрела то, что у меня было. В чем я уже работала. То есть, что я уже знаю, как выглядит. Трогала, грубо говоря, своими руками. Вот эти программы. И... да. У меня в планах пройти 3ds Max. Еще визуализации. Полностью. Урс. И... Photoshop. Ну, там он быстренький. Не сложно, я думаю, после ревита. Я решила с самого сложного начать просто. Чтобы потом было попроще. Говорят, что если ты будешь... Если ты чего-то очень сильно хочешь, ты это будешь делать, несмотря ни на что. Но почему-то не учитывают факт. Все равно того, что нужен отдых. Даже если ты очень сильно тебя любишь, нужно двигаться к своей цели, но не забывать про отдых. Просто нужно давать себе отдыхать. Все равно, несмотря на прение к своей мечте, надо себя иногда останавливать и на часик уйти куда-нибудь. Это для таких амбициозных ребят, потому что я такая, я могу сидеть, курсы делать. Надо не забывать про отдых все равно, ребят.